Партнер программы – холдинговая компания «Кузнецкий Альянс». «Кузнецкий Альянс» – это всегда качественная спецодежда, строительные и отделочные материалы, противопожарное оборудование. «Кузнецкий Альянс» – гарантия низких цен. От долгов не убежать. В Кузбассе организован онлайн-контроль за неплательщиками. От Ленинграда до Берлина. Телеканал «Мой город» продолжает акцию «Награда за мир». Траву в мешке не утаишь. Кемеровчанина задержались килограммом марихуаны средь бела дня. Топтали тряпки на томи. Почти общественная акция от моржей на томи. В эфире телеканала «Мой город» вечерние новости. В студии Петр и Ксения Кривко. Здравствуйте. Всех, кто не любит платить по счетам, соберут на одном сайте. В Кузбассе официально объявили о создании единого банка должников. По словам заместителя губернатора Сергея Ващенко, таких в регионе больше трех тысяч. По словам главного финансиста региона, в черный список попадают только те, кто накопил за должность больше ста тысяч рублей по налогам и в пенсионный фонд. Нововведение будет полезным и для потенциальных коммерческих партнеров. Вряд ли кому-то захочется иметь дело с должниками. Бесплатные мешки для мусора, лопаты с возвратом и техническая вода. Плюс новые подъезды к кемеровским погостам. Кладбище города готово к радовнице. Кемеровская администрация и предприниматели заасфальтировали дороги, пригласили в помощь волонтеров и добавили к существующим 155 еще 20 больших мусорных контейнеров. Привели в порядок и памятные места ко Дню Победы. У нас выполнено ремонт памятника «Скорбящий воин». Это на кладбище «Центральная-2». Приведен в порядок памятник погибшим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Это в Кировском кладбище-1, а его называют еще у нас «Уриковское». Вычищены от мусора аллеи захоронения участников Великой Отечественной войны. Силовых структур ветеранов МВД расположенных на кладбище «Центральная-3», «4» и «Кировская-3». В Кемерове оживят военную фотографию. В центре города появится инсталляция, посвященная Дню Победы. Для воплощения идеи задействуют металлокаркас, обшитый пластиком и подсветку. Композицию установят на площади Советов слева от цветового короба «Открытка», так, чтобы все желающие смогли на ее фоне сфотографироваться. Какие еще новшества появятся к 9 мая в областной столице, читайте на сайте СИБДЕПО. Шесть ранений в молодости и счастливая старость. Телеканал мой город продолжает акцию «Награда за мир». Школьники поздравили ветерана, воевавшего на восьми боевых фронтах. Подробности в материалах нашего корреспондента. Сестры, спасающие раненых солдат, отпечатались в памяти спасенных. Вынося их с поля боя, женщины совершали настоящий подвиг, становясь настоящим ангелом-хранителем для бойца. Поэтому Ивану Андреевичу сегодня подарили сшитую руками школьников куклу медсестры, как символ того, что всегда есть надежда. Когда первый раз ранили, я еще прошел пешком, тонулся с немецким ружьем, перевернул стволом вниз, вместо того костыля. И шел еще километра два или три. Хорошо, что у меня ранение, пуля вошла сюда и сюда вышла. Мягкая ткань не повредила. Повоевав на восьми фронтах, Иван Андреевич получил более сорока наград. Из них две медали с Украины и две с Белоруссии. Для них все одинаковые. Здесь вот красное знамя есть. Боевое красное знамя. Это уже последняя награда, которая в Восточной Пруссии была. Этот орден он получил за взятие города Браунсберга. Говорит, брали без прикрытия артиллерии и очень гордится этой наградой. Несмотря на свои ранения, Иван Андреевич живет полной жизнью. Написал уже две книги, а в качестве хобби собирает анекдоты. Их уже больше семи тысяч. Подарок для ветерана школьники мастерили, советуясь с родителями. И что-то такое натолкнуло нас на мысль, что можно сшить медсестру. То, что явно ветеран был неоднократно ранен. И это какое-то воспоминание. И, наверное, он помнит, как его друзей на поле-бое тоже ранили. И как они помогали. Акция телеканала «Мой город. Награда за мир» продолжается. Другие истории и поздравления ветеранов смотрите в следующих выпусках. Антон Овачев, Антон Лимонов, Роман Абдрахманов. Новости моего города. Без прошлого нет настоящего. Телеканал «Мой город» продолжает в Новокузнецке акцию «Награда за мир». Школьники встречаются с ветеранами и дарят им подарки. Внимание молодого поколения к подвигам военных лет значит для героев не меньше, чем ордена и медали. Свою благодарность дети не просто выражают в словах, но и в действиях. Подробности этой встречи в нашем следующем сюжете. Жительница блокадного Ленинграда Евгения Ивановна беседует со школьниками. Дети понятия не имеют, каково это – жить в городе, окруженном врагами. Голод, бомбоубежище и каждодневный страх смерти для них, к счастью, всего лишь история. Свои переживания, связанные с этими воспоминаниями, Евгения Ивановна выразила в стихах. «125 блокадных граммов хлеба в те дни казалось верхом божества. Они нам помогали согревать дыхание, давали силы новый день встречать. Наверное, крохи от горбушки маминого хлеба нам помогали жизни сохранять». Четыре дня пятиклассник Влад вместе со своей мамой трудился над подарком для ветерана. В таком возрасте ребятам сложно понять, какими усилиями героям досталась эта победа. Кто-то узнает о событиях с фронта из учебников истории, другие – по художественным фильмам. Но даже современные спецэффекты не способны заменить живого общения с ветеранами. Рассказы фронтовиков формируют в детском сознании представление о том, чем действительно нужно дорожить. «Мы поделки хотели изобразить мир и много цветов». Подготовка к празднованию Дня Победы для учеников и преподавателей 104-й школы выходит за рамки акции «Награда за мир». Очень скоро в небольшой библиотеке, где проходит классный час, появится уникальный экземпляр новой книги. Ученики старательно собирают сведения о родственниках, которые воевали в Великой Отечественной войне, и создают странички памяти, прикладывая к ним документы и фотографии с фронта. Результаты этой работы можно оценить уже сегодня, правда, только на стенде. Но к 2015 году они оформят и саму книгу памяти. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Александр Архипенко. Новости моего города. Российские призывники могут позвонить домой по спецтарифу. Министерство обороны запускает социальный проект «Позвони маме». Первыми опробуют новый тарифный план солдаты Южного военного округа. До конца года это нововведение распространится по всей территории страны, пишет российская газета. Вот что еще сказано в сообщении. Суть проекта заключается в том, что все призывники и их родители получают сим-карты со специальным льготным тарифом «Позвони маме». На сим-карту новобранцев Минобороны перечислят 120 рублей, на карту родителей – 50 рублей в месяц. При этом номер телефона у родителей и призывников отличается на единицу. Все входящие звонки на такие симки бесплатны. В них также предусмотрен порог бесплатных минут и СМС-сообщений. Современные профсоюзы не только помогают рабочим защитить социально-экономические права, но и занимаются благотворительностью. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса присоединилась к общероссийской акции «Весенняя неделя добра». Представители профсоюза встретились с ветеранами и навестили воспитанников детского дома. Подробнее в следующем сюжете. Даже на пенсии они не забывают о том, чему посвятили большую часть своей жизни – работе в профсоюзах. Здесь помнят и о них. В «Весеннюю неделю добра» председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко встретился с ветеранами. Обсудили то, что их больше всего волнует. Говорили о повышении цен на продукты и лекарства, о состоянии экономики, о возможности получения путевки в санаторий. Олег Маршалко подробно ответил на все вопросы. Он предложил совету ветеранов внести в профсоюзный бюджет такую строку расходов, как единовременную помощь ветеранам профсоюзного движения на приобретение лекарств. Встречи за чашкой чая в дружеской атмосфере проходят постоянно – на 8 марта, в День пожилого человека и в честь Дня Победы 9 мая. «Весенняя неделя добра» стала еще одним поводом порадовать ветеранов подарками. Председатель Федерации профсоюзов, он очень внимательный к нам. Он очень большое внимание оказывает нам. Он помогает нам в работе. И когда к нему идешь за каким-либо вопросом, он всегда положительно его решает. Спасибо! Спасибо! Воспитанники детского дома не устают говорить спасибо за доброту и за то, что их просто навестили. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса взяла шефство над детским домом-интернатом поселка Ленинградский. Сегодня персонал и ребятишки получили в подарок бытовую технику, книги, спортинвентарь и мягкую игрушку-качалку. Игра началась сразу же после вручения теннисного стола, ракеток и шариков. Мы стараемся это приурочить не только к весенней неделе добра, мы и к дню детей встречаемся. Встречаемся и к первому сентября обычно, день знания с детьми. Мы встречаемся и к новому году. То есть у нас в течение года таких встреч будет немало. Знали, что приедут гости, они готовят уже сразу сами сюрпризы. Такое вдохновение, выдушевление у детей ощущается. Даже их, так скажем, особенности физиологии, они не проявляются в процессе подготовки. Такое ощущение, что смотришь и говоришь, что обычный ребенок, а не особенный. Саша – один из немногих детей, который уже умеет играть в теннис. Воспитатели говорят, теперь, когда в детском доме появился такой стол, у мальчика больше шансов стать участником спартакиады среди особенных детей из таких же интернатов. Саша собирается сам обучать ребят этой игре. Кто не умеет играть, мне не нравится. Ну так бывает. Учить придется. На этом добрые дела Федерации профсоюзов не заканчиваются. Уже завтра ее представители проведут весенний субботник возле детской многопрофильной больницы. Анжела Павутова, Константин Черяков. Новости моего города.